Ты хочешь зарабатывать деньги на YouTube, но не хочешь снимать никаких видео? Если так, то ты в нужном месте. Меня зовут Мэтт Парр. Я веду 94 канала YouTube, 8 из которых я даже не показываю своего лица. А я даже не снимаю видео для этих каналов. И в этом сегодняшнем видео я собираюсь показать тебе, как ты можешь зарабатывать деньги на YouTube, даже не показывая своего лица. И что еще более важно, даже не снимая никаких видео. Да, это возможно. И в этом видео я собираюсь показать тебе, как это сделать. Итак, как я уже сказал, меня зовут Мэтт Парр. Я управляю девятью каналами и учу людей, как они могут добиться успеха с YouTube и зарабатывать деньги на платформе Так что, если это звучит хорошо, обязательно нажми на кнопку подписаться, оставь лайк на этом видео А теперь давай перейдем прямо к видео Итак, ниша, о которой мы будем говорить сегодня, это ниша страшных историй Да, ты действительно можешь зарабатывать деньги на YouTube, просто снимая видео со страшными историями Или не снимай видео Я собираюсь показать тебе, как ты на самом деле можешь заставить других людей снимать видео для тебя Так что я очень взволнован сегодняшним видео Я собираюсь показать тебе, как это делается, как ты тоже можешь начать это делать И как ты можешь заставить других людей снимать видео для тебя И вдобавок ко всему этому, я даже собираюсь показать тебе, как ты можешь найти лучшие видео для создания, чтобы убедиться, что ты не просто тратишь свое время, а чтобы убедиться, что ты получаешь просмотры и потенциально начинаешь зарабатывать деньги, используя этот метод Так что без лишних слов, давай сразу перейдем к видео Давай запрыгнем на мой компьютер прямо здесь, чтобы я мог показать тебе несколько примеров каналов, которые действительно это делают Вот пример канала номер один под названием Мистер Кошмар И как ты можешь видеть, 4-9 миллионов подписчиков, они, все что они делают, это снимают очень простые видео со страшными историями. А если мы посмотрим одно из видео прямо здесь, например вот это, как ты можешь видеть, это буквально просто картинки на заднем плане с кем-то, рассказывающим страшные истории. Значит, видео очень простые. И после того, как я показал тебе, как просто снимать эти видео, то, что я собираюсь тебе показать, вероятно, шокирует тебя. Давай взглянем на статистику социальных сетей для этого канала. И прежде чем мы это сделаем, Social Blade это совершенно бесплатное расширение, которое вы можете установить, которое показывает вам оценки того, сколько зарабатывают каналы YouTube. Так что давай взглянем на этот канал прямо здесь. Мистер Кошмар, если мы посмотрим на статистику Social Blade для этого канала, этот канал набирает 13 миллионов просмотров в месяц на своем канале. И если канал будет монетизирован, они могут зарабатывать от 3000 до 50 тысяч долларов в месяц. И, основываясь на запущенных каналах и нишах подобных этому, я бы предположил, что это число находится примерно посередине этих двух чисел прямо здесь. Так что я бы предположил, что они зарабатывают около 25 тысяч долларов в месяц только на этом канале. Просто со страшными историями. И самое сумасшедшее в этом канале прямо здесь. Если мы спустимся и посмотрим. Они загрузились три дня назад. Неделю назад. Две недели назад они загружали только одно видео в неделю. Иногда по одному видео каждые две недели. Они даже не загружают так часто. И они все еще получают массу просмотров на своем канале. Это далеко не единственный канал, который делает это. Вот еще один канал, делающий то же самое, что называется бояться. Они получают тонну просмотров более 100 тысяч подписчиков. Они получили серебряную кнопку воспроизведения с YouTube. Они получают 1 миллион просмотров в месяц на своем канале. Вот это. Другой канал прямо здесь под названием Страшилки делает то же самое, 483 тысячи подписчиков. Кроме того, получение 9 миллионов просмотров в месяц потенциально может приносить 1000 долларов в месяц. И это только от доходов от рекламы. Вот еще один канал под названием Муж Труп, который делает то же самое. У тебя 2 миллиона подписчиков. Если мы посмотрим на социальные сети, то увидим, что на этом канале 7 миллионов просмотров в месяц. Одни и те же типы видео. И они даже не загружают так часто. Посмотри на это два месяца назад. Два месяца назад было 8 миллионов просмотров. 200 тысяч просмотров. 200 тысяч просмотров 6 месяцев назад. За последние 6 месяцев они загрузили 4 видео. И они все еще получают более миллиона просмотров в месяц. Я имею в виду, представь, если бы ты загружал новое видео каждый божий день, какое конкурентное преимущество у тебя было бы при этом. И ты определенно мог бы сделать хотя бы один видео день с такими типами видео. Или еще лучше, заставь других людей сделать это за тебя. Что я собираюсь показать тебе, как это сделать позже в этом видео. Вот еще один канал прямо здесь. Леденящие душу сказки для темных рыцарей. То же самое. 900 нулевых просмотров в месяц. Здесь такие же страшные истории. Вот еще один канал. У тебя 87 миллионов подписчиков. Они получили золотую кнопку воспроизведения, потенциально поражающую более миллиона подписчиков только этими страшными историями. 4 миллиона просмотров в месяц на этом канале могут приносить до 18 тысяч долларов в месяц. Я бы предположил, что они зарабатывают от 9 до 10 тысяч долларов в месяц только на этом канале. Только из-за доходов от рекламы, если у них есть реклама на их канале. Вот еще один канал прямо здесь. Ленивый маскарад более миллиона подписчиков с такими же типами видео. 3 миллиона просмотров в месяц на их канале, зарабатывая целых 12 тысяч долларов в месяц. Я бы предположил, около 6 тысяч долларов в месяц только от доходов от рекламы на этом канале. Но у них также есть Патреон прямо здесь. И они продают футболки через Тиспринг прямо здесь. Есть и другие многочисленные способы монетизации такого канала, как этот. Вот еще один канал прямо здесь. Седьмой, Автобус Би, 687 тысяч подписчиков. Вот еще одна по имени ее создатель, 300 тысяч подписчиков. Мортис Медиа, 210 тысяч подписчиков. И, наконец, одно развлечение, 900 тысяч подписчиков. Они собираются набрать миллион подписчиков с помощью таких видео, которые получают 19 миллионов просмотров в месяц на своем канале YouTube. 66 тысяч подписчиков в месяц могли бы зарабатывать до 76 тысяч долларов в месяц. Я бы предположил, что они, по крайней мере, зарабатывают около 30 тысяч долларов в месяц на своем канале. И вдобавок ко всему, у них есть свой канал. Если мы посмотрим на правую сторону прямо здесь, переведенную на кучу разных языков. Похоже на хинди, и я не уверен, что это за другие языки, но у них есть переведенный перевод на кучу языков. И эти видео тоже набирают кучу просмотров, что очень круто. Так как же теперь ты можешь на самом деле создавать эти видео? Или еще лучше, попросите других людей создавать видео для вас. Так что я рекомендую просто зайти в Fiverr и буквально просто вести страшную историю. И если ты наберешь страшные истории, ты найдешь людей на Fiverr, которые напишут для тебя страшные истории буквально всего за 5 долларов. Теперь я хочу, чтобы ты представил, как платишь 5 долларов за то, чтобы была написана страшная история. А потом ты сам озвучиваешь страшную историю, буквально просто используя свой телефон. Для этого тебе не нужно никакого навороченного оборудования. На самом деле, когда я начинал на YouTube, я был нищим старшеклассником. Я буквально использовал этот действительно дерьмовый iPhone, который у меня был, и я зарабатывал 9 тысяч долларов в месяц с помощью этих суперпростых видео, даже не показывая своего лица или чего-то в этом роде. Или, если ты не хочешь делать озвучку самостоятельно, просто зайди на Fiverr и набери закадровый голос, и ты найдешь людей, которые сделают озвучку для твоих видеороликов со страшными историями для тебя всего за 5 долларов. И ты мог бы даже определить это еще больше. И набери страшный голос за кадром, и ты найдешь людей, которые будут делать озвучку страшных историй, и все такое прямо здесь, прямо в Fiverr. Просто посмотри на все эти концерты, которые ты мог бы сделать. И с точки зрения фактического редактирования видео и всего такого прочего. Подожди, пока я не покажу тебе, как легко на самом деле создавать эти видео. Итак, первое, что я рекомендую сделать, это зайти на сайт под названием Pixof.com. Так что Pixof.com – это совершенно бесплатный веб-сайт с множеством бесплатных изображений без роялти, видео, векторных изображений, графики и всего такого совершенно бесплатно. И когда я показывал тебе некоторые из этих видео, они были буквально просто картинками, рассказанными поверх рассказывания страшных историй. Так что, взглянув прямо сюда, давай просто наберем страшно в Pixel Bay. Позволь мне просто показать тебе, как ты смотришь на все эти страшные фоны, которые ты можешь использовать для полной заморозки. Ты просто нажми на это. Допустим, мы хотим, чтобы эта картинка была фоном прямо здесь. Просто выбери бесплатную загрузку, и ты сможешь скачать это изображение совершенно бесплатно. Теперь давай поищем страшное видео. У них на самом деле тоже есть видео, которые ты мог бы использовать в качестве фона для своих страшных историй. Посмотри на это. Это здорово. Так что ты мог бы просто включить эту игру в фоновом режиме. И самое главное, ты можешь скачать его совершенно бесплатно. Вот еще один веб-сайт под названием Pexels.com, где ты можешь получить совершенно бесплатные видео и фотографии. Давай напечатаем здесь страшно. Посмотри, что за штука всплывает. Тонны милых страшных фотографий. А если мы снимем видео прямо здесь, то и тонны страшных видео, как это, будут идеальными. Ключи это в фоновом режиме, пока ты делаешь закадровый голос. Или еще лучше, найми кого-нибудь другого, чтобы озвучить тебя за кадром, если ты не хочешь этого делать. Настоящая прелесть этого метода в том, что ты можешь заставить других людей создавать видео для тебя, или ты можешь создавать их сам. Это действительно не имеет значения. А если ты сам снимаешь видео на первом, скажем так, у тебя больше времени, чем денег. Ты сам снимаешь видео. А потом, когда ты начнешь зарабатывать деньги, ты можешь реинвестировать эти деньги обратно в свой канал, или реинвестировать эти деньги в создание нескольких разных каналов и разных ниш. И это именно то, что я сделал. Это позволило мне расширить. А, я запускаю 9 разных каналов YouTube, потому что на самом деле я не снимаю видео. Я вижу, что многие люди спрашивают меня, как ты управляешь 9 разными каналами YouTube. У меня едва хватает времени на одного. Ну, на самом деле, я не создаю контент для каждого канала. Я заставляю других людей делать это за меня. Так как насчет редактирования этих видео. Я рекомендую совершенно бесплатный редактор под названием OpenShot, доступный как для Mac, так и для ПК, совершенно бесплатный для загрузки. Просто иди в OpenShot. Орг, и ты можешь проверить OpenShot. А теперь, как насчет музыки. Ты мог бы заметить, что во многих этих видеороликах со страшными историями на заднем плане играет музыка. Как страшная, темная, таинственная музыка, играющая на заднем плане. Вот совершенно бесплатное место, где ты можешь скачать музыку для использования в своих видео. Или, если ты наймешь видеоредактора, ты можешь сказать им, чтобы они прислали свою музыку сюда. Так это называется аудиотека YouTube. Если ты не знаком, на YouTube есть аудиотека совершенно бесплатной музыки, которую ты можешь использовать в своих видео. Это совершенно удивительно, что YouTube предоставляет это. А если ты просто зайдешь на YouTube, приходи в аудиотеку, ты можешь найти аудиотеку. Что в этом удивительного, так это то, что ты можешь перейти к жанру прямо здесь. А давай предположим, что ты хотел выбрать. На самом деле, давай перейдем к настроению прямо здесь. А потом давай выберем темного. Это покажет тебе мрачные страшные вещи, которые мы могли бы воспроизвести на заднем плане, пока рассказывается страшная история. Так что давай послушаем это прямо здесь. Это немного чересчур. Как хип-хоп, это немного слишком электронно. Так что самое удивительное в этом то, что ты можешь разобраться в этом еще больше, чтобы перейти к жанру. Если только ты не хотел погрузиться в темноту. Это может быть хорошо. Давай послушаем. Это прекрасно. Ты мог бы сыграть это на заднем плане, рассказывая страшную историю. Вот еще один. Они идеальны. Послушай, сколько здесь замечательной фоновой музыки. И ты мог бы сказать, эй, это всего две минуты. Четыре минуты длиной. А что, если история займет около десяти минут? Ну, ты просто прокручиваешь аудио снова и снова, пока рассказываешь историю, или заставляешь кого-то другого рассказывать эту историю за тебя. И то, что я рекомендую сделать, это перейти к атрибуции прямо здесь и выбрать атрибуция не требуется. Это должно убедиться, что тебе на самом деле не нужно отдавать должное людям, которые создали эту музыку. Так вот, что я рекомендую, В. Еще один бонусный совет, запускайте каждый сценарий, который вы получаете для этих страшных историй, через копискапы. Ком? Я настоятельно рекомендую использовать копискапы, потому что это позволяет вам проверить, защищен ли сценарий авторским правом, или они просто украли сценарий и отдали его вам. Поэтому настоятельно рекомендую использовать копискапы. Приходи, чтобы убедиться, что он полностью на сто процентов уникален. Какими будут большинство концертов Fever? Главное, чтобы ты убедился, что у них много отзывов и все такое. А затем обязательно прогони свой сценарий через копискапы, чтобы убедиться, что он уникален. Я просто хочу защитить вас, ребята, там. Так что я просто подумал, что добавлю этот бонусный глоток. Итак, я показал тебе каналы, делающие это, как ты тоже можешь начать это делать, и как ты можешь заставить других людей снимать видео для тебя. Теперь, как я тебе обещаю, я покажу тебе, как именно ты можешь найти лучшие видео для создания. Так что я рекомендую зайти на YouTube прямо здесь и буквально просто зайти на эти каналы, как этот, прямо здесь. Иду в их самый популярный раздел загрузки прямо здесь. Посмотри, о чем их самые популярные видео, а затем расскажи своим людям, которые напишут эти истории для тебя. Скажи им, чтобы они сделали историю, похожую на эту. Не говори им, чтобы они просто скопировали историю. Просто скажи им, чтобы они сделали что-то похожее. Так, например, если речь идет о страшных историях в снегу, ты бы сказал человеку, который напишет эту историю. Скажи, напиши о страшной истории, которая происходит в снегу. Потому что, как ты видишь, это получилось очень хорошо. Это видео набрало 3 миллиона просмотров. А еще лучше, ты также можешь установить расширение под названием Видик. Я помещу ссылку ниже, где ты можешь получить Видик. Это совершенно бесплатно, и я даже дам тебе 30-дневную бесплатную пробную версию, если ты зайдешь в Видик. Ком Матпарк — это будет совершенно бесплатная пробная версия, чтобы получить доступ к некоторым из этих функций, таким, как это прямо здесь. Вкладка «Тренды». Это покажет тебе видео на канале, которые находятся в тренде. И ты должен убедиться, что у тебя есть Видик, чтобы иметь возможность это делать. И как ты можешь видеть, ты можешь буквально видеть видео, которые набирают наибольшее количество просмотров в час. И о чем это тебе говорит? Это говорит тебе, действительно ли видео в настоящее время набирает много просмотров. Как прямо сейчас. Как прямо сейчас. Это видео прямо здесь сейчас набирает 440 просмотров в час. И то, что я рекомендую сделать, это пройти здесь. Посмотри, сможешь ли ты найти несколько старых видео, подобных этому трехмесячной давности, которые все еще получают 40 просмотров в час. Это говорит тебе о том, что это видео — отличная вечно зеленая тема, потому что оно все еще получает просмотры в этом состоянии, хотя оно было загружено 3 месяца назад. А это было загружено год назад. Два года назад. Все в таком роде. И взгляни на все эти каналы, проходящие через них. Посмотри на их тренировочные вкладки прямо здесь. И это то, что дает тебе Видик, и я настоятельно рекомендую их. И ты можешь проверить это по ссылке в описании. Так что теперь ты можешь сказать, Мэтт, я хочу начать это делать. Но если я сделаю это и не получу никаких просмотров, а просто загружу кучу страшных историй, я не получу никаких просмотров. Неужели я просто трачу свое время впустую? И если быть настолько честным с тобой, да, ты просто зря потратил бы свое время. Позволь мне задать тебе вопрос. Если бы у тебя был выбор между попыткой сделать все это самостоятельно, без какой-либо помощи, руководства или чего-либо еще. Я пытаюсь методом проб и ошибок посмотреть, сработает ли что-то, а может быть и нет. И просто гадаю, что сработает, а что нет. Или чтобы кто-то, кто делал это снова и снова, помогал тебе наставлять тебя и направлять тебя, чтобы получить желаемые результаты на YouTube. Я могу просто прямо показать тебе, что действительно работает. И я бы с удовольствием это сделал. И я хотел бы познакомить тебя с моей программой онлайн-коучинга под названием Tube Mestee в монетизации. Монетизация Tube Mestee — это курс и сообщество, которые шаг за шагом учат вас, как именно вы можете начать работу на YouTube и получать постоянный доход с YouTube. И я говорю, что если ты запишешься на курс, ты будешь получать полный рабочий день. Нет. Но я хочу сказать, что ты откроешь для себя тактику, которую я и мои ученики используем прямо сейчас. Это работает прямо сейчас. И у тебя будет доступ к онлайн-сообществу наставничества, в котором я буду отвечать на любые вопросы, которые у тебя возникнут на этом пути, убедившись, что ты успешно справишься с этим. Так что, если тебя интересует монетизация Tube Mestee, посмотри ссылку в описании ниже. Я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты смотрел. У нас также есть совершенно бесплатный тренинг, который ты можешь посетить по ссылке ниже. Посмотри на это. Большое спасибо, что наблюдаешь за всеми. А теперь посмотри это видео прямо здесь, чтобы увидеть, как ты можешь зарабатывать деньги на YouTube в другой действительно странной ниши. Держу пари, ты никогда даже не думал об этом сниче прямо здесь. Это безумие, сколько просмотров получают некоторые из этих каналов. Держу пари, ты даже никогда не думал, что сможешь заработать кучу денег на сниче на YouTube, даже не снимая видео и не показывая свое лицо. Так что посмотри это видео прямо здесь. Большое спасибо, что наблюдаешь за всеми. Меня зовут Мэтт Пар, и я увижу тебя в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!